Сложен иметь такие примеры. А что должно быть главной мотивацией? То есть как государство должно мотивировать сегодняшних мальчиков стать спортсменами, а спортсменам стать... А девочек? Ну, мальчиков, девочек стать спортсменами, а спортсменов стать... 30% населения как мы охватим, если только мальчики будут заниматься этим? Если мы говорим про борьбу. Вот именно, мне интересно, как? Спортсменов много, да? А как мотивировать? Мотивировать? Ну, вот смотрите, во-первых, очень сильный мотивирующий фактор. Во-первых, Казахстан один из первых. В 1996 году, когда американские доллары, это просто на вес золота на самом деле были, уже поднял призовые до 100 тысяч долларов за первое место. И когда... Я этого знать не знал, уже после Олимпиады узнал. И когда эти деньги были получены, вот этот вот кирпич там из, там, скольки там, пачек денег состоящий, вот, причем налоги не были удержаны и так далее, и так далее, я просто реально не знал полгода, что с этим делать. И друзьям, бизнесменам просто на хранение, даже банкам доверия не было в тот момент абсолютно никакого. Отдал друзьям, говорю, ребята, я вам верю, просто постарайтесь, чтобы к тому времени, пока идеи не возникнут, вот, чтобы деньги я не потерял и не, как бы, потратил никуда бездарно. Вот, поэтому, это первый фактор. Казахстан впереди планеты всей идет в плане стимулирования спортсменов. Вот. Второй момент, смотрите, 250 тысяч долларов, которые сейчас уже, это на протяжении двух или трех олимпийских игр, циклов, это, как бы, действует, это очень тоже важное значимое. Потому что сегодняшнее покорение спортсменов, оно в разы меркантильнее, чем предыдущее. Потому что раньше человеку за победу в соревнованиях давали диплом и грамоту, сегодня, если диплом и грамоту кому-то вручат, человек на завтра же просто перестанет этим заниматься, и как издевательство над собой это все воспримет. Поэтому это очень важный момент, то, что государство стимулирует. Потом, наверное, важнее этого в разы, это то, что, конечно же, всенародная слава. Причем слава не просто показательная, где там от олимпийского цикла до олимпийского цикла, это как бы, она просто проецируется на буквально не только там родных, это там папу, маму, там братьев, сестер, это проецируется там на там одноклассников, одноклассниц, там кто в детском садике когда-то там с кем-то общался, кто-то с кем-то когда-то подрался, или наоборот там где-то как-то там друг другу там чем-то помог. Вот. Это настолько охват сильнейший. Вот если сейчас вот аналитику провести, Серика Сапиева, например, или Винокурова, или, например, Илья Ильина, и вот эти лучи славы до кого дошли, благодаря их достижению, реально весь Казахстан будет в той или иной степени взаимосвязан. А эти наши там 7 или 8 олимпийских чемпионов в совокупности, они вот все 17 миллионов нашего населения, они охватывают. И за его пределами, потому что еще есть родственники, есть друзья и близкие. И самое главное, народ это настолько искренне делает, потому что я сам на себе это ощутил, когда мы в 4 часа утра прилетели в Алматинский аэропорт в 96-м году, и Аким Алматинской области, Серика Умбетов, он лично прибыл в аэропорт. Там, смотрю, белого коня туда привели, прям на аэродром. Далее Камчу меня туда посадили, и весь аэродром полностью заполнен людьми, которые меня видят первый раз в жизни, большинство, настолько искренне, настолько рады и настолько восторжены этим достижением. А это буквально были первые дни Олимпийских игр. Еще вся Олимпиада впереди была. Мы первой группой выехали, первой группой вернулись. И тогда я только на самом деле ощутил значимость Олимпийского чемпиона этого статуса. То есть для меня, например, медаль, медаль и рознь, допустим, соревнования, соревнования, рознь. Это никогда не ощутишь, не оказавшись в таких условиях. И когда я в 96-м году в это состояние окунулся, я понял, что да, что-то, видимо, значимое, серьезное произошло. Потом на следующий день открываю газету «Караван», а там на обложке моя фотография с флагом Казахстана бегущего, и статья называется «Олимпийский чемпион», мечтает о Ферраре и любит мороженое. Я понял, да. Что вы звезда. Да, где-то мой шар как бы в лунку упал. И на данный момент это просто в разы все усилилось по значимости. И я считаю, что самое ценное, ради чего люди вообще в спорте оказываются, это, наверное, для вот этих минут славы. Ну, а вам тогда было 24 года всего, и мне интересно... Или всего, или уже. Ну, мне кажется, что всего. На сегодняшний день кажется, что уже глядя назад, это было 17 лет назад, кажется, что всего, да. Мне интересно, как в 24 года вам, ведь такая слава может очень сильно вскружить голову. И вы говорите, что когда вам дали 100 тысяч наличными, да, то есть вы тогда думали о том, как их бездарно не потратить, да, то есть вы такой человек рациональный, да, разумный. То есть, ну, как вам удалось не заболеть звездной болезнью, да? Вы знаете, здесь очень большое спасибо хочется сказать моим старшим товарищам, а именно всем тем людям, которые в свое время традиции сборной команды Советского Союза формировали. Вот. Я уже говорил неоднократно о Даулете Турлуханове, есть такие еще у нас выдающиеся деятели. Михаил Мамешвили, президент Федерации борьбы России, Александр Карелин. Вы знаете, сборная команды Советского Союза, ну, это целый университет был такой культуры, образования, мужества и нормального такого человеческого взаимоотношения. Вот. То, что на протяжении нескольких лет мне посчастливилось вот в этом, как бы, университете побыть, я считаю, что вот там все вот эти вещи, они были продекларированы, как человек должен в том или ином, как бы, состоянии себя вести. То есть готовить к соревнованиям, участвуя в соревнованиях, возвращаясь в соревнованиях, добиваясь результатов каких-то. Потому что сборная команда составила из одних чемпионов, вот, разных лет. И глядя на них, не нужно было, там, читать какие-то, там, книги, там, в библиотеке о том, как в этом состоянии, как бы, там, разумнее себя вести. Вот. Я считаю, что мои старшие товарищи, за что я им премного благодарен, они, как бы, нас последовательно всему этому обучили, культуре общения друг с другом, особенно в состоянии, добившись чего-то. Потому что на любого чемпиона есть двукратный чемпион. На двукратного есть трехкратный, на трехкратный есть четырехкратный. И в конце концов человек, если, как бы, эти берега не видит, то он просто-напросто может, ну, буквально, там, на чемпионстве Казахстана, как бы, там, его может унести. Вот. А все в мире относительно, вы знаете, опять же, общество, те люди, которые прославляют тех или иных спортсменов, они очень серьезно могут и по ушам надавать, как бы, в моральном плане, за то, что человек, как бы, себя неадекватно ведет или, как бы, старается, ну, там, в разнобой идти с обществом или, там, с какими-то общественными мнениями. Вот. Поэтому я считаю, что культура, она обязует спортсменов всех этих вещей придерживаться, понимать, что это все, все-таки минуты. У кого-то этих минут меньше, у кого-то этих минут больше. А дальше обычная жизнь. Ну, ведь многое можно списать на молодость, сказать, что, ну, я был молодым, не справился. Ну, вы знаете, для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, человек все-таки должен по-настоящему быть зрелым, независимо, там, или Илье Ильину 20 лет, или ему будет 16 лет. Если он не будет зрел по-настоящему, на одном таланте олимпийским чемпионом не стать, потому что это очень солидный, спортивный форум, который не от одного таланта и не от одного, там, умения поднимать штангу или, там, бросать, там, соперников в разные стороны, он зависит от совокупности факторов, от того, что уже практически, там, если это единоборс касаемо, там, 24 участника на Олимпийских Играх, независимо от возраста, спортсмен, претендующий на первое место, он должен всех их, как минимум, уже изучить, понять, кто это и насколько у него достаточно средств к победе над ними. Судейский корпус он должен отдельно, как бы, взять во внимание, соответственно, там, режим дня и прочие, прочие, прочие моменты, которые сопутствуют Олимпийским Играм. Потому что Олимпиада – это такое торжественное событие, и кто вот в это торжество окунается, потом в один прекрасный момент могут оказаться в том состоянии, что уже соревнования закончились, а результатов нет. А кто-то, как бы, в этом праздничном состоянии проходит эти все перипетии, откладывая все на потом, выполняя главную задачу, и для этого я считаю, что человек должен быть по-спортивному, по-настоящему зрелым. Ну, вот что касается Ильи Ильина, он, Денис Тенн, Геннадий Головкин, да, и главные спортивные клубы вошли в президентский спортивный клуб, да, который был презентован ко дню города. Вот что вы думаете о создании, да, этого клуба? Идея, в общем-то, прямая и понятная – централизовать управление всем тем, что для страны интересно в области спорта. Вот. Они же, по сути, работали каждый плохо и сам, то есть самостоятельно. Если бы они работали безупречно, то, конечно, вы помните у Ильи Ильина сколько вопросов возникало? Участвовать, не участвовать? Если бы, предположим, перегнули бы палку в тот момент, Ильина бы не была на этой Олимпиаде вообще в качестве участника, потому что парень бы просто развернулся бы и, условно говоря, вернулся бы там к своим там проектам, которые он там сам как человек реализовывать собирался. Я считаю, что не должно быть таких прецедентов, чтобы глава государства вмешивался в такие частные вопросы, как, например, Илья Ильин, быть или не быть, платить ему, условно говоря, стипендию или не платить. Это, ну, у главы государства государственных проблем достаточно, а это в области спорта, если вопрос не регулируется, то это значит, что система дает сбои где-то, в чем-то. И слава богу, что случилось так, как случилось, и Ильин завоевал вторую золотую олимпийскую медаль. А по идее, все от управления зависит. И не сказать, что все плохо там в тяжелой атлетике, там достаточно все хорошо, но там, где личности, эти личности не всегда могут найти друг с другом общий язык, и зачастую, наоборот, это должно быть. И просто должны регуляторы правильные действовать и в этот момент находиться рядом. Я считаю, что именно, прежде всего, большой плюс вот этого спортивного клуба «Астаны», он будет заключаться в том, что будут высокопрофессиональные люди им управлять. Я, насколько знаю, Бахтяр Артаев сейчас президентом является, который большую уже школу обрел управленца. Подключен какой-то зарубежный специалист, который там 10 лет феноменальных каких-то достижений в области спорта имеет в плане менеджмента и брендирования там. той или иной темы. Ну и, соответственно, все те люди, которые будут его возглавлять и управлять им, они, в общем-то, постараются все современные технологии, которые в области спорта есть, просто адаптировать и способствовать тому, что у кого-то задача стоит, предположим, здесь и сейчас показать там определенный результат. Это наиболее близко к этому Денис Тен находится. То, значит, перед ним одна задача будет стояться. Если, например, артечный баскетбол, он только-только зарождается, еще игровых площадок как таковых нет, то, соответственно, перед ними какие-то задачи будут такие более доступные стоять. Соответственно, перед Борысом и всем остальным. А в совокупности, когда там будет рано или поздно наведен порядок, и все будет на такой высокий уровень как бы поднято, то я считаю, что Казахстан, он во всех вот этих сегментах спортивной деятельности, он будет представлен далеко и достойно. Мне кажется, что это еще такая некая защита, да, для спортивного клуба, то есть для каждого, да, спортивного клуба, который туда входит. Белокоманда Астана, да, там Борыс, Денис Тен, да, баскетбольная команда Астана, да, то есть когда ты входишь в этот президентский состав, то есть одно управление и завтра, вне зависимости от того, кто будет там президентом федерации, да, велоспорта или там президентом федерации там хоккея, то есть эти команды всегда будут жить, да? Очень важный момент, и это было на презентации озвучено, это то, что зарубежные компании, работающие в Казахстане, глава государства это, озвучил, что они должны какую-то там, ну, часть своего дохода, как бы там, условно говоря, на развитие этого клуба будут выделять. А это говорит о том, что, во-первых, у него будет финансовая стабильность. Вы помните, даже велокоманда Астана, при всем при том, что, да, Александр Винокуров, Альберто Кантадор, они как бы там два мегагранда, допустим, велоспорта, и действительно в состоянии выиграть Тур-де-Франс, как бы помогая друг другу, они находились в состоянии того, что заплатят очередной бонус там или нет, взнос в Международную Федерацию или нет. И реально в последний момент вопрос решался. Там на грани фолла стояли там отсрочки, 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 отсрочки. И очень важно, особенно для игровых видов спорта, это то, что финансовая стабильность, она будет здесь обеспечена на сто процентов. Ну, вот слушая вас, я понимаю, что вы очень хорошо разбираетесь, да, во всех спортивных, скажем, делах, да. И мне так кажется, что вы, в принципе, готовы завтра и стать министром спорта. Ну да, главой агентства по делам спорта. Я точно не готов, потому что, вот я об этом неоднократно говорю, помогать министрам я с удовольствием буду, и для этого даже еще надо дополнительно там повысить свое образование и все остальное. Но я вот восхищаюсь нашими руководителями, которые не являются профессиональными спортсменами, и Ермегияевым, и сегодня Кожа Гапановым, вот, тем, что, во-первых, они гораздо больше пользы спортивной отрасли приносят, чем, например, это мог бы сделать я, потому что они достаточно хорошо знают механизм взаимодействия государственной. Вот. Что такое парламент, что такое правительство, что такое там общественное объединение, что такое там уполномоченный орган. И, вы знаете, не так давно было, заседание одного из комитетов в Мажелисе под председателем Дорогины Дурсултановны. Ну, по социальной сфере это там вопрос стоял о школьниках, там, третий урок нужен там в течение там недели там физической культуры или нет. Там Министерство здравоохранения, образования и спорта там было. И я настолько был восхищен, как Ирлан Кожа Гапанов представил спортивную отрасль, человек, который полгода только руководит спортивным хозяйством всем. Вот. Что депутатам, во-первых, доходчиво было объяснено все на примерах всяких разных там, что происходит в Канаде, что происходит. Простой пример, например, он привел, даже для меня это было познавательно, то, что в Казахстане на выплату больничных листов, если человек вдруг болеет, то тратятся там триллионы тенге, которые могли бы быть потрачены на благоустройство там, как бы там граждан нашей страны. Почему? Потому что нет той должной оценки спорта, а именно не рассматривается спорт как профилактика перед здравоохранением. Что если бы на спорт немножко бы выделилось больше средств и больше внимания, и поднять его значимость, тогда люди просто бы занимались бы спортом, они были бы просто профилактически подготовлены к тому, что они бы завтра, может быть, в больницу бы и не пришли никогда, или пришли бы просто по хорошему поводу, лишний раз убедиться, что у них все хорошо. Вот. И сейчас он начинает на таком высоком уровне вот этот менталитет немножко как бы способствовать корректировке. Вы завтра тоже не можете на таком же уровне апеллировать такими же аргументами? Я считаю то, что к тому времени, когда я завтра начну апеллировать этими аргументами, и у меня как бы это начнет более или менее складно получаться, к тому времени они уже достигнут каких-то других вещей. И сейчас мы говорим о чем? О том, что, например, я, например, мало представляю себе, как я, например, бы защищал, например, там, отрасль спорта, например, перед правительством. Ну, то есть сегодня вы готовы стать главой агентства по делам спорта? Однозначно нет. А когда будет? Помогать? Помогать людям всему свое время. Да, может быть, когда-то я смогу развиться до того уровня, что смогу доступно и квалифицированно излагать все основы спорта. Изложить одно. Важно же еще потом поставить во главу угла решение этой задачи и решить ее. Юрий, сколько вам сегодня лет? 41. 41. Ну, вы в отличной форме, выглядите шикарно. Вы наверняка не бросили спорт. Как вы, два раза фитнес. Хочу в неделю. Хочу ходить, но не получается. Хочу. Правильно отметили. Хочу. Я хочу и трижды. И четырежды. Но получается ходить? Фитнес нет. Ну, традиционно делаю зарядку. То есть по утрам? Каждое утро? По утрам. Ну, по возможности, да. Ну, и такой здоровый образ жизни стараюсь поддерживать. Где есть возможность побегать, побегаю. Где есть возможность попрыгать, попрыгаю. Где поплавать, поплаваю. Пешком пройтись. Вот. То есть... Сигареты, алкоголь? Сигареты, алкоголь. Сигареты не курю. Иногда, может быть, кальян. Иногда, может, сигару выкурю. Но это очень редко. И как бы так, по какому-то поводу. А алкоголь, ну, такой, в разумной степени бокал вина, бокал шампанского. Там где-то, может быть, с кем-нибудь коньяк немного, там, грамм 50, там, за компанию поддержать. Но считаю, что культурный человек, он должен чувство меры сохранять и соблюдать. Я вот заметила, что многие спортсвены, когда уходят из большого спорта, они начинают очень быстро набирать вес. То есть... Ну, с вами этого не произошло. Я же в начале нашей беседы говорил о том, что я из одной весовой категории в другую перешел. Вот. И у меня немножко, как бы, да, если так объективно сказать, не то, что я там просто такой, там, выдержанный в режиме человек. Вот. У меня организм на это время немного перестроился. Раз. И, с другой стороны, просто очевидные преимущества людей стройных от людей не стройных. И сегодня тема, которая там раньше интересовала исключительно женский пол, это там лишний вес и все остальное. Там наличие, там, живота или его отсутствие, сегодня мужскую половину, я понял, так что интересует не меньше. Поэтому народ настолько этим всем увлечен. И вот у человека, у которого, как бы, ну, слава богу, в нашей спортивной отрасли таковых достаточно. Конечно, и на ребят, когда смотришь, и они своим примером просто-напросто вдохновляют массы на здоровый образ жизни. У вас двое детей? Угу. Мальчик и девочка, да, по-моему? Девочка и мальчик. А, девочка и мальчик. Угу. А сына видите завтра чемпиона? Ну, хотелось бы видеть, да. Сразу сделаю оговорку, чемпиона хотелось бы видеть, но в какой отрасли или области, не знаю, не обязательно спорт. Потому что чемпион это, как бы, понятие такое, оно, я считаю, что человек там в области науки, то есть их чего-то, он чемпион там. Ну, это такое. Ну, то есть, ну, спорт, универсальное такое событие. А нет, он еще молодой, ему 5 лет всего лишь. Вот, и поэтому в дальнейшем, я думаю, так, если он в какой-то из областей достигнет, я считаю, что какую-то богом ему данную нишу, если он как бы с собой заполнит, хотелось бы, чтобы в дальнейшем, как и любому ребенку Казахстана и вообще в мире, я желаю, чтобы они просто богом данные темы смогли развить максимально. Но вы советуете родителям отдавать вот именно мальчиков спорт? Я вообще рекомендую отдавать и мальчиков, и девочек в спорт, потому что, во-первых, то, что дает спорт, это режим дня, четкое осознание этого. Это чувство коллектива, коллективизма, это дисциплина. В лице тренера это уже альтернатива наставника, потому что дети зачастую, может быть, до старших классов, они только папу и маму воспринимают или кого-то из родственников. А неродственное лицо, которого надо уважать и хочется производить на него хорошее впечатление, это как раз тренер, педагог, наставник. Вот здесь я считаю, что спорт очень много дает преимуществ, и не обязательно, чтобы там были люди гениальными спортсменами, но вот эти азы, которые сегодня благодаря спорту можно обрести, я считаю, что это всем будет во благо. Что для вас сегодня, на сегодняшний день, главное в жизни? Ну, реализация себя посредством имеющихся проектов. А кем вы себя видите через 10 лет? Ну, наверное, бизнесменом. Все-таки бизнесменом? В области спорта? То есть далеко от спорта уйдете? Бизнесменом в области спорта, наверное, не так просто стать. Наверное, все-таки бизнес зависит от экономики, а для того, чтобы быть успешным в бизнесе, надо знать как бы основы экономики, которые я пока только знаю поверхностно. Вот. И бизнесменом хочу быть почему? Потому что, во-первых, это расширяет горизонты возможностей, а во-вторых, это такая тоже интересная и познавательная сфера деятельности. Вы уйдете из спорта? Ну, это как вариант. Еще раз говорю, я, может быть, буду консультировать каких-то бизнесменов. Чем вы сейчас и занимаетесь. Отстранен надо, находясь там на окраине бизнеса, да. А они, может быть, там свои мегапроекты реализуют и где-то как-то там не забудут обо мне. Тоже, в принципе, приемлемый вариант. Я вот ни разу не видела вас в плохом настроении, да, вот сколько мы с вами встречаемся где-то на каких-то событиях, на каких-то мероприятиях. Вы всегда позитивны, у вас всегда хорошее настроение. То есть, а что может вывести из себя Юрия Мельниченко? Наверное, всех нас выводит из себя то, что когда кто-то нас подводит или когда кого-то подводим мы, наверное. Но это вызывает возмущение, потому что, во-первых, самое дорогое и ценное то, что человечество имеет это время. И каждый человек в частности. И, условно говоря, потраченное время впустую и потом вместо ожидаемого получив обратный какой-то результат или эффект, ну, наверное, это возмущение автоматически вызывает у каждого. Поэтому, скорее всего, наверное... А что происходит в этот момент с вами? То есть, учитывая, что вы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе... Ну, это в зависимости от степени сложности. То есть, насколько опасно находиться с вами в этот момент? Нет, я такой адекватный человек, я стараюсь как бы этот... Ну, какие-то, да... Прежде всего, это как бы смена настроения, раз. А во-вторых, это, может быть, какие-то там реплики, там какие-то эти... Ну, в относительно корректной форме, там, если человек в поле зрения, ну, естественно, потому что и психологи рекомендуют в себе не держать, что-то высказать, как бы уже дальше, там, второй волной легче будет это всё пережить. Вот. Но всё в таком, как бы, таком контролируемом состоянии. Ну, можете, если что, так сказать, кулаками? Ну, конечно, нежелательно. Нежелательно, но возможно. Не, ну, кулаками это только как средство самообороны. А там, чтобы, там, кому-то, там, доказать то, что он, там, в данной ситуации, там, подвёл тебя, там, или кого-то, там, и достаточно слов. Просто удивительно, да, я вчера вспоминала, что я училась в школе, когда вы стали олимпийским чемпионом, а ощущение, что это было вчера, а на самом деле прошло уже 17 лет. Вот, чтобы это ощущение ни у кого не уходило. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Статус.Ко», и сегодня у меня в гостях был олимпийский чемпион Юрий Мельниченко. Всего доброго, увидимся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok